Привет, дорогие друзья! Особенностью, одной из особенностей моего характера является то, что когда в мой адрес звучат какие-то выпады, я стараюсь не отвечать в ответ просто так. Я пытаюсь углубиться в дела, которыми занимается тот, кто эти выпады, собственно, проецирует. Я до этого не интересовался волонтерской деятельностью Сергея Притулы и примкнувшего к нему Стерненко и там еще какой-то Харьковский. Или Днепровский, я, честно говоря, не помню, да и не суть важна. У него еще мама судья, говорят, коррупционерка знатная. Суть не в этом, суть не в маме коррупционерки. Суть в том, что я понимал, что волонтеры, отдельные волонтеры в Украине, не надо всех под одну гребенку, воруют. Они воруют на святом во время войны, на армии. Есть откаты. Существует откат 10%, 20%, совсем наглые. Берут откат 30%. Но я никогда в жизни до этого не слышал про откат в 90%. Когда я заинтересовался их деятельностью, вот этих вот господ, оказалось, я сразу попал на сбор на беспилотники. На беспилотники, месть России. И вот тогда они собирали на эти беспилотники при тотальной поддержке украинских СМИ. Украинские СМИ пиарят вовсю и собрали 352 миллиона. В итоге они приобрели на 100 миллионов беспилотников. И оказалось, что цена их завышена раз так в 10. То бишь, приблизительно на этом сборе со 100 миллионов они срубили 90 миллионов. А на 10 миллионов закупили или не закупили, никто не проверяет. Какое-то говно отечественного производства. 250 миллионов у них осталось. Но они решили, если никто не спрашивает, то прибережем их до лучших времен. В свое время Сергею Притулу удалось купить, собрать с людей деньги 600 миллионов и купить спутник. Рассказав о том, что он очень нужен украинской армии. В итоге ни одного, ни одного фото с этого спутника никто так и не увидел. Но оказалось в итоге, что это не спутник был куплен, а доступ к фотографиям с этого спутника на год. Но это украинские СМИ постарались уже не так широко освещать. Прошло время, после того, как я, я не СМИ, не прокуратура, не НАБУ и остальные. После того, как я увидел, что здесь откровенное воровство, то, конечно, им начали задавать вопросы. Те наивные люди, которые отправляют им средства, даже эти люди начали задавать вопросы. Что-то не то. Цена какая-то странная. Но вот прошло время и новый мегасбор. Готовы? Спросил Притула и подошел к этому творчески. Записан ролик. Этот день настал. Надо купить британские БТРы Спартан. И вот уже он позирует на фоне БТРа Спартан в Британии, находясь на полигоне. Посмотрим на этот БТР Спартан. И так подозреваем, что, скорее всего, модификация его FV-103 Спартан. Не ошиблись ли мы с модификацией? Потому что модификации есть разные. Нет, мы не ошиблись. Это нам помогают понять украинские средства массовой информации и сам Сергей Притула. Потому что модификацию никто не скрывает, оказывается. И вот уже СМИ Притула оголосил мегасбир на 50 британских БТР Спартан. Ему потребно на это 200 миллионов гривен. FV-103 Спартан. Далее Forbes позорный, украинский, сообщает про сбор 200 миллионов гривен. И опять-таки модификация FV-103 Спартан. И стоит она 100 тысяч долларов. Пишут 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов это больше, чем 100 тысяч евро. Потому что евро сейчас провис. Перепроверяем еще. Новое время. Надо брать БТРы Спартан. Притула покупает. И так FV-103 Спартан. Был разработанный на десятилетия позднее. Тем не менее, это достаточно старый БТР. Короче, на таких БТРах разгоняли еще протестующих из Ирландской республиканской армии. Чтобы вам было понятно, какие годы выпуска этого БТР. Оснащенный пулеметом FV-103 Спартан. Надо понимать, что БТР, несмотря на то, что он очень старый, на самом деле прославленный. Ему удалось поучаствовать в боевых действиях даже. Но нас интересует немножко другое. Наверное, вы уже догадались, что конкретно цена. Притула заявил следующие цифры. На 50 бронетранспортеров необходимо 200 миллионов гривен. 200 миллионов гривен мы делим на 50. Получаем 4 миллиона. Стоит 1. Чтобы никто никого не обманул, я пытаюсь разжевать максимально понятно даже для идиотов или для легковерных людей, которые после беспилотников, купленных по 54 тысячи долларов, которым стоимость красная цена 5 тысяч, продолжают отправлять деньги туда. Итак, стоимость их 4 миллиона. 4 миллиона по курсу Нацбанка это 109 тысяч евро. Ну, то есть, я так и сказал, 109 тысяч евро. Где-то 3 недели назад на том же полигоне позировал другой деятель, Петр Алексеевич Порошенко. Петр Порошенко тоже сказал, что он закупает британские машины. Надо понимать, кто такой Петр Алексеевич Порошенко. Человек очень жадный. Жлобство это его, как говорят все близкие, основная черта. И мне стало очень подозрительно то, что Петр Алексеевич Порошенко закупал вот эти вот БТРы по 100 тысяч евро. Не похоже на Порошенко. Давайте посмотрим на цену. Ну, во-первых, вы можете на нем покататься. Если есть желание, пожалуйста, без проблем. Вот 100 фунтов платите и катайте себе на этом БТРе. Но что там по цене? Смотрим в британские источники. И находим цену. Тут, наверное, какая-то ошибка. 20 тысяч. 20 тысяч фунтов. Что здесь, я думаю, не так. Идем на следующую. Следующую, последующие ссылки, друзья. Давайте попробуем найти. Такого же не может быть. 22 тысячи 500 фунтов стерлингов. Идем дальше. Я не верю. Я такой... Так, FV103 Spartan. 22 тысячи 500. 22 тысячи 500. Идем дальше. Находим 25 тысяч. Ну, вот это, ну, хоть немножечко приблизилось. Ну, правда, нет. Не приблизилось. Потому что притула берет их, как минимум, в 4 раза дороже. В 4 раза. Это не наценка в 20%. Это не наценка в 100%. Это 400. Давайте проверим по украинскому источнику. Это очень просто. FV103 с Британии. Топ-5 интересных фактов. Нас интересует один факт. Стоимость. Стоимость указана на 25 тысяч фунтов. В гривнах 881 тысяча. Давайте пойдем на аукцион, где также продают эти же самые БТР. Пусть вас тоже не смущают годы. Там, 88-й год. Это старые БТР. Этого никто не скрывает, что они очень и очень старые. И вот мы гуляем по этому аукциону и без труда находим здесь за 17 тысяч. Тут есть цены 17, есть 22, но, по-моему, максимум там 25. Таким образом, Сергей Фритула, ну, как бы, намыл, можно сказать, да, или заработал лучше. То есть, в обществе он собирается потратить 5 миллионов 500 тысяч, да, ну, в долларов. Но оставляет себе, получается, 4 миллиона с хвостиком. Это хороший бизнес. Украинский источник. Оказывается, эти БТР производились в Кременчуге. Еще в 2014 году завод КРАС получил у Британии лицензию на производство этих же бронемашин. По той же самой технологии. Представьте только. Они производятся в Украине. Не в 88-м, а сейчас. Кроме того, на украинских сайтах также можно было приобрести еще в 2017 году эти же самые БТР. Приобретай. Там даже написано, покрасим в любой цвет, который хотите, в розовый покрасим. И даже украинские сайты, конечно же, продавали их с существенной наценкой. Но существенная наценка, потолок ее, упирался в 33 тысячи евро. Итак, резюмируя. Я такого бизнеса не знаю. Может быть торговля наркотиками. Но быть волонтером в Украине и окучивать людей, которые просто не дружат с калькулятором. Просто не могут зайти в Google. И просто не могут перепроверить, на что они отправляют свои средства. А средства отправляют десятками, сотнями миллионов. Это, конечно, просто золотое дно. По моим прикидкам, у Сергея Притулы на всем этом движении с начала войны намыто порядка 25 миллионов. Конечно, правоохранители не обращают внимания. СМИ продолжают пиарить. И все те, которые называют себя журналистами в Украине, пытаются этого не замечать. Пока.